Всенародная любовь и слава Еще в детстве Юлия хотела стать только актрисой. Параллельно с общеобразовательной школой девочка с отличием окончила музыкальную. В 1999-м будущая звезда поступила на актерский факультет Саратовской консерватории. Учебу девушка закончила в 2003 году, сыграв несколько ролей в дипломных спектаклях. После этого Юлия переехала в Москву, устроившись на работу в классный театр. Как рассказывала девушка в интервью с журналистом, она вдоволь помыкалась по съемным квартирам от Бирилева до Тверской. Первая удача пришла к актрисе. Уже в 2004 году среди 200 претенденток режиссер Рауф Кубаев отобрал Юлию для исполнения главной роли в сериале «Кармелита». Участие в первом сезоне мыльной оперы лишь немного улучшило финансовое положение провинциалки. Но за съемки во втором сезоне девушке заплатили уже немалые деньги. Как позже рассказала сама Юлия, гонорара за второй сезон, снятый в 2010 году, хватило на покупку трехкомнатных квартир в столице. Весной 2014 артистка перебралась в собственные апартаменты, где к тому времени закончился ремонт. И начала обходить магазины в поисках интересных вещей, способных украсить интерьер. Юлия Зимина не любит комментировать свою личную жизнь, благодаря чему нередко в прессе появляются слухи о ее романах. Первое предложение руки и сердца актрисы получила еще в 15 лет. Но девушка уже в то время не мечтала просто о замужестве и обыденной жизни, а всегда искала настоящие чувства. Во время съемок сериала «Кармелита» Юлия познакомилась с коллегой по съемочной площадке Владимиром Череповским, с которым у нее завязался роман. Вскоре пара рассталась. Актриса устала от патологической ревности партнера. Об этих отношениях она предпочитает даже не вспоминать. В 2010 году на съемках продолжения сериала «Кармелита» у артистки вновь случился роман. На этот раз ее избранником стал Максим Щеголев, который на тот момент был женат на Алле Казаковой. Об этой связи в прессе стало известно только спустя три года, благодаря фото со страницы социальной сети, Facebook, Зиминой, а также откровенному интервью Щеголева. В нем актер заявил, что расстался с Юлей после трех лет тайного романа. В 2013 году после съемок в шоу «Ледниковый период» Зиминой приписывали роман с фигуристом и тренером Ильей Авербухом, который имел неосторожность слишком эмоционально выразить радость за успехи актрисы. В прессе Зимина не раз заявляла, что они с фигуристом только друзья и между ними нет никаких романтических отношений. Неоднократно в СМИ появлялась информация о романе Юлии с телеведущим Тимуром Соловьевым, но такие данные знаменитости не комментировали. Ранее телеведущая рассказала в одном интервью, что мечтает о любящем мужа и детях. Новость о том, что артистка беременна, зрители узнали в последнюю очередь. В 2015 году у Юлии родилась дочь Симона. Сейчас девочка профессионально занимается художественной гимнастикой, а ее мать ласково называет наследницу Мисс Эластика. Одно время актриса не давала комментариев по поводу имени своего избранника. Позднее стало известно, что им стал Биг Вейл, серфер Андрей Карр. Спортсмен не родной отец дочери Юлии, но уделял воспитанию девочке много внимания. Познакомились они в социальных сетях. Андрей написал в личку телеведущей по делу. Он привез с очередного чемпионата интересное видео, которое решил предложить для показа в эфире. Доброго утра! Зимина согласилась. Первая встреча произошла уже на следующий день. Однако этот роман был недолговечным. Некоторое время актриса не делилась с подписчиками изменениями в личной жизни, а летом 2020-го выставила в Инстаграме свадебное фото. Мужем земяной стал экс-боксер Денис Новикав. Известно, что он завязался спортом после получения серьезной травмы, затем основал клуб боевых искусств, но бизнес прогорел. Сейчас отчим Симона числится генеральным директором компании, занимающейся предоставлением бухгалтерских услуг. Сейчас Юлия продолжает строить кинокарьеру. В 2021-м с ней в главной роли вышел фильм «Некрасивая». А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.